Ну что, привет, друзья! Мы сегодня снимаем видео из Кишинева, Молдова И нахожусь на центральной улице Кишинева Посмотрите, здесь как раз памятник Штефану Чалмари Это у нас парламент молдавский Приумфальная арка И вот сквер с церковью Сейчас мы зайдем в этот парк красивый Я сяду на скамеечку и расскажу, как мы сюда попали И как себя чувствуют украинские беженцы в Молдове Так, ну что, начнем, да? Итак, что у нас здесь получается? Смотрите, мы сюда приехали после Болгарии И мы решили вернуться именно в Кишинев, в Молдову Ну, вообще, потому что у нас здесь все родственники Моя фамилия говорит сразу о том, что мы этнические молдаване, румыны, как хотите В общем, у меня здесь живет очень много родственников Которые нам помогают и зовут к себе Поэтому мы вернулись из Болгарии именно в Кишинев Мы путешествуем на своих колесах Так что я не скажу ничего про цены на автобусы, поезда Но бензин в Молдове дешевле, чем в Болгарии И дешевле, чем в Румынии Не намного, но тем не менее дешевле По качеству, кстати, такой же Нормальный расход, машина нормально едет Поэтому я заправляюсь по возможности здесь Если даже еду в Румынию Украинским беженцам не надо здесь специально где-то регистрироваться На самом деле, можно зайти на сайт допомога Молдова-юэй Вернее, допомога Юэй-Молдова И там можно сгенерировать себе такой Ну, типа нашего идентификационного кода Хэскод такой И он дает вам возможность открыть банковскую карточку И даже работать Как мне здесь объяснили У украинцев очень много прав И даже их статус подразумевает больше прав, чем у молдаван На самом деле В чем он состоит? Ну, во-первых, вы можете, конечно, работать Вы имеете право на бесплатное образование На медицинскую помощь Бесплатную Вот И не обязательно при этом Где-то регистрировать себе место жительства У нас получилось вообще так Что когда мне нужно было пройти медицинский осмотр Взять медкарту для ребенка Потому что у меня ребенок должен идти в первый класс И для того, чтобы его уформить в школу Я пошла в местную поликлинику Мне не попросили вообще подтверждений того адреса Который я назвала То есть я просто назвала адрес Где я сейчас живу Без всяких подтверждений Они просто меня отправили к семейному врачу Который этот участок обслуживает Вот тут же мне дали все направления Тут же я прошла всех врачей Ну, система здесь такая У тебя есть семейный врач Он один и для взрослых, и для детей Просто это семейный врач И по мере того, какие у тебя проблемы Этот семейный врач тебя направляет уже к специалистам Ну, тебя или ребенка Вот Мы сдали все анализы Прошли специалистов Которые необходимы для того Чтобы зачислили ребенка в школу И в принципе я это сделала Потому что мы оформляемся в школу в Украине А для того, чтобы пойти к украинскому ребенку Здесь в Молдове, в Кишиневе в школу Она мне просто сразу дала там какую-то выписку Единственное, что я У меня хорошо в телефоне были фотографии Медкарты моего ребенка с прививками Мы распечатали их Она приложила Степлером Прикрепила к выписке И в принципе этого было достаточно Но я все равно прошу Не я, а ребенок все равно прошел специалистов Подошел к украинской школе И украинский педиатр Просила именно заключение Четырех врачей Плюс анализы разные Ну, в общем, мы это все сделали Сделали это все в два дня И бесплатно Что касается школы Пойду завтра Сниму видео с отчетом, как это произошло Но в принципе я сделала довольно легко Я посмотрела в интернете Какая ближайшая школа русская Потому что в Кишиневе несколько русских школ Их немного, но они еще есть Украинских, извините, нету, конечно Вот, в Молдавскую Ну, я не вижу смысла сейчас идти Потому что очень надеюсь Через несколько месяцев вернуться домой Поэтому я просто нашла Ближайшую к нашей квартире Русскую школу Позвонила туда И мне сказали Ну, классы, конечно, набраны уже Но, конечно, приходите С документами, мы вас возьмем Так что завтра пойду Сниму видео, расскажу, как нас там приняли Вот Что еще Что касается какой-то там социальной помощи Или материальной поддержки То здесь есть такая специальная программа Денежной помощи Поддержки украинцам Это не государственная программа Это международные организации ее проводят Что вы делаете? Вы приходите к ним Ссылочку с адресом я оставлю Ну, на всякий случай Может еще кому-то пригодится Хотя, конечно, кажется, что она уже сворачивается Вот, но вы туда приходите Со своим паспортом Загранпаспортом Вот Должны прийти все члены семьи На которых вы хотите получать эту помощь Они должны быть живьем Вот Там каких-то отговорок Что типа Кто-то болеет Или кто-то не смог прийти Не пройдет Поэтому надо прийти всем Вас там регистрируют Ваши данные вносят в систему Снимают биометрические данные То есть пальчик Отпечаток пальцев Как мы, когда получаем ID-карту Или загранпаспорт Мы отпечатки пальцев своих сдаем И тут же вам выдают банковскую карточку На которую будут приходить деньги Ежемесячно Вот это международные организации Платят 2200 лей на человека Независимо от возраста Ребенок взрослый 2200 лей Платится обычно Ну, есть кто-то главный в семье Одна карточка оформляется И туда приходят все деньги Мы уже получили Мы их сняли Вот это очень удобно Что не надо приходить за деньгами Там куда-то вживую У тебя карточка Ты ею можешь рассчитываться Вот Ну, в принципе, она такая С ограниченными все равно возможностями Мы просто снимаем эту наличку И тратим ее В принципе, в Кишиневе Для украинцев жить более не менее комфортно В первую очередь из-за языка Тебя здесь большая часть людей понимает На улицах очень многие говорят по-русски По-украински мало кто понимает Вот Но русский понимают в принципе хорошо Ну, старшее поколение То в основном, да Дети уже, ну, где-то, наверное, четверть или пятая часть Но могут что-то там понять Потому что русский язык в школе В школьной программе присутствует Ну, знаете, на таком уровне Типа как второй иностранный Поэтому базовый уровень и ниже у детей А взрослые, в принципе, понимают Поэтому вот в этом отношении здесь удобно Что нет языкового барьера А так, в принципе, город небольшой Более не менее компактный Уютный, зеленый Он мне вот напоминает Харьков Знаете, начало двухтысячных годов Как-то вот немножко Как будто бы здесь остановилось время Вот Но люди доброжелательные И Ну, удобно Вот, знаете, как бы удобно Особенно нам удобно Потому что здесь у нас много родственников живут Которые нам помогают А, кстати, еще Нам выдали карточки такие В супермаркет Ну, супермаркет такого среднего класса Вот типа как в Украине АТБ Вот в Харькове Я не знаю, АТБ есть в других городах По-моему, есть Вот примерно уровень вот АТБ Нам дали на тысячу лей На человека вот эти карточки И мы можем прийти в супермаркет Там продукты Ну, купить, в общем, то, что нам необходимо Вот, это тоже, кстати, было очень приятно Плюс здесь работает несколько уже благотворительных организаций Которые помогают украинцам И я вам тоже покажу работу одной из них Которая за счет частных средств Формирует продуктовые наборы И ежедневно раздает их Конечно, здесь есть люди, которые Ну, ходят на такие раздачи, как на работу Каждый день объезжают несколько точек сразу Не знаю, зачем им 25 пачек макарон, муки там Или еще чего-то Ну, люди разные Разного, конечно, социального положения Разного воспитания Ну, кто как промышляет По поводу квартир и жилья Знаете, вот я сейчас стала перед вопросом Что на осень все-таки надо снимать квартиру Потому что родственникам большое, огромное спасибо Но я не могу на них все-таки так долго их стеснять Они нам и так сильно помогли Я уже, ну, мне хочется немножко все-таки не наглеть Скажем так Вот, поэтому я сейчас ищу квартиру Цены на квартиры на однокомнатные Если это новострой, то это где-то 300 евро в месяц Если это двухкомнатная квартира, то 350 и выше Ну, скажем так, самое начальное 350 Это очень хорошо, если вы найдете за 350 двухкомнатную квартиру Если эта квартира все-таки в таком приличном бизнес-класса доме Ну, даже бизнес, ну, пусть это будет просто новострой С нормальным ремонтом, со свежей, хорошей современной мебелью То это 400-450 Ну, в принципе, такие же цены, как были в Харькове до войны Но коммуналка очень дорогая Она подорожала очень сильно И все молдаване в такое, знаете, очень тревожном состоянии Они просто не понимают, как они выживут этой зимой По поводу отопления газа имеется в виду Вот, потому что, ну, надо, говорят так Я еще не знаю, мы еще не платили за коммуналку здесь Мы тут только три недели и живем пока бесплатно Только за коммуналку, но еще не оплачивали Предварительно думаем, что где-то в 1200 гривен нам сейчас коммуналка обойдется Вот, ну, а зимой за газ, говорят, там где-то будет около 150 евро коммуналка За такую вот квартиру в 50-55 квадратных метров Ну, поживем, увидим Вот, пока что все Следующая часть будет про школу И вот как раз про благотворительную эту организацию Так что не переключайтесь, смотрите дальше Пока Так, ну что, мы приехали до ліцея, теоретично ліцей Нечуйневицкого, где мы будем, мабуть, подавать документы И Илюха пиде сюда 1 вересня до школы Я сейчас туда пойду, поговорю с директором и, мабуть, снимать не буду А потом расскажу, как все прошло Вот это школа, это обычная школа, государственная, бесплатная, вот написано, теоретичный ліцей имени Нечуйневицкого И тут через дорогу, бачите, и такая скверик, так и затишный, площадка, а то дитячий садок, мабуть Ну, звичайно, школа Сейчас подивимось, что там внутри Так, ну что, вышла со школы Все прошло хорошо и замечательно Директора русскоязычная, естественно Все очень недоброжелательно Взяла у меня, сделала копию свидетельства о рождении Мой паспорт, медицинскую, вот эту выписку Ну, я написала заявление Все, никто никаких подтверждений, ни места жительства, ничего больше не спрашивал Сказала, в 20-х числах позвонит учитель Будет собрание, на котором все учитель расскажет Поэтому пока больше информации нет Школа такая, знаете, ну вот как из моего детства Трехэтажное здание такое сталинского типа И запах краски, как обычно летом в школах То есть абсолютно обычная, нормальная школа Ну, по крайней мере, директор очень доброжелательная И впечатления очень хорошие произвела Так, все, на этой части мы закончили Пока всем Итак, уважаемые, значит, как обещала Показываю одну из благотворительных организаций в Кишиневе Которая под свое крыло взяла и украинских беженцев Организация от итальянцев Вот называется вот так И вот сюда заходите Здесь, значит, эта организация Она занимается тем, что она кормит пенсионеров Пожилых людей в Кишиневе Каждый день Но теперь они еще и раздают продуктовые наборы Украинцам Вот, можно сюда прийти Заполнить анкету И вот здесь, вот в этом окошке Видите, вот очередь Выдают наборы И здесь у нас работает наша Катя Она молодец Она у нас стала такой прямо работницей-работницей Нашла себя И вот нашла, где помогать Вот в этой фундации Вот она здесь организовывает людские потоки Помогает заполнять анкеты Катрин, привет! Дай я покажу, что Вот такую анкету надо заполнить Вот смотрите Здесь сыр Шоколадное масло Литр улей Масло подсолнечного Шпроты Ставрида Что-то в томате Мясо И сгущенное молоко Это сегодня в наборе Наборы каждый раз продуктовые разные Вот Но повторяю Это частная организация Поэтому Как они пожертвования смогли собрать На Ну скажем так Кто и выдает Вот Поэтому Я считаю, что молдаване просто молодцы Большое им спасибо Потому что страна на самом деле Не очень богатая И то, что они вот так вот помогают Бесплатно Абсолютно 250 пакетов Катя говорит В день раздается Здесь 250 сумей Получают продуктовые наборы Так что спасибо им большое Все Я иду домой Ну вернее не домой А по делам Еще может быть Еще что-нибудь сниму Но если есть вопросы Все в комментарии Пожалуйста Мы сейчас в торговом центре И там в Молдове В Тишиневе Вот Ну магазинов тут не сильно много хороших Де-факто там В Айкики В принципе и все Но зато здесь вот такая классная Огромная зона детская Где можно за 130 Алей на весь день Ребенка оставить Ему выдадут носочки Бутылочку воды И без лимит Он здесь может делать Все что угодно Ну где-то наверное Для детей от 3 до 10 лет Разные лазалки Батуты Футбольная площадка Конструкторы Сухой бассейн Ну давай Давай Ты смелый Поворачивайся спиной Вот так Повернись задом И давай Ну и фудкорт Естественно Для родителей Вот я спокойно отошла Час Прошлась по этому Торговому центру Но ничего не нашла Приличного Но Вот это место Оно одно из немногих В Кишиневе Где вот ребенок Нашего возраста 7-8 лет Может Занять себя Ну хотя бы час Все остальное Оно такое Для всех малышей И вообще Очень как-то мало Площадок детских Какие-то они Совсем небольшие Ну вот Такой вот центр В общем Вот можно построить Из больших блоков Себе Крепость А там можно Полазить Вон малышня гоняет Кто быстрее Тут футбол Ну что Хороший Особенно если ребенок Не один А их двое Или трое То можно на пару часов Свободно оставлять Так А вот тут У нас тут Какой-то рынок Образовался Фермерский 20 лей Каравайи Стоит Виноград 15 лей Это примерно 25 гривен Килограмм Брыдза 110 130 лей Где игрушки? В киоске? Ну иди посмотри Ну да Здесь фермерский рынок Наверное Орехи 30 лей 23 В общем 60 лей Килограмм Лесные орешки От белочки Мед Что, Илюш? Куда ты уходишь? Я тут хожу Я смотрю Что продается А если ты уходишь? Далеко Я тебя не найду Да, ну как ты меня не найдешь Если я не ухожу далеко Мама, мне понравилась одна рыба Где была нарисована акула Да ты что? Она рыбина Пойдем сюда еще раз? Конечно Я хочу одну рыбу взять Резиновую Хорошо Похоже на пиранье Но только Только она как сосиска Кирилля Угу И острые зубы Хлеб-выпечка Мама Переходят на ту рыбу? Мама Не знаю, Илюш Я ж не знаю цену Поэтому Орехи 60 лей Килограмм Сливу Хочешь сливу? Купить тебе? Нет Я хочу сливой Ого Виноград какой Какую ты рыбу хочешь? Маландую Так Ну Мы пошли за рыбой Так Сегодня воскресенье Я пришла на рынок За фруктами За продуктами Уже купила Брынзу Коровью То есть Это творог Корой за коровью Молока Купила его За 80 лей Килограмм Сейчас посмотрим Почем фрукты Ягоды Кизил 40 лей Кукуруза 5 6 7 лей Початок Вот смотрите Слива Из Как чернослив 10 лей Чтобы понимать На гривну Цены То надо Умножить на 2 Гривна К лею 1,9 Ну то есть Чуть меньше Чем 1,2 Но все равно Вот здесь Вот женщина Подает Очень вкусные Персики Чуть подальше Вот виноград 15 Кизил 35 Это где-то Около 70 гривен Килограмм Кизил Стоит Даже вишня До сих пор Клубненька Пошел сезон Кизила Я смотрю Кизила Очень много Смотрите И желтый И красный Супер Абрикосы По 10 По 15 Сливы По 10 По 12 Лей Килограмм Вон вкусные Сливы Такие черные Так Где же Моя Любимая Женщина Которая Персики Продает Персики По 15 Лей Килограмм Ну то есть Это где-то Тоже 30 Ну 28 Гривен Килограмм Не вижу Я ее Сегодня Черника Винограда Куча Уже Пошло В принципе Здесь Тоже В основном Перекупщики Чтоб У хозяев Купить Надо Выходить За рынок И там Стоят Но у них Цены Примерно Такие Живут Вкусные Персики Эти По 15 Лей Килограмм Абрикосы По 25 Ну вот Такие Вот здесь В Молдове В Кишиневе Цены На овощи Вернее На фрукты На овощи Сейчас посмотрим Так Картошка Мне нужна Картошка У нас По 8 Лей Килограмм Перец По 10 Лей Килограмм Зеленый Сейчас Я здесь Куплю Вот еще Красивый Красный Перец По 26 Здесь Мы Наверное Сейчас Искупимся Ну вот Примерно Чтобы вы понимали Цены В Кишиневе Если вдруг Вы в Молдову Захотите Приехать Такие Баклажаны Все Пока все Так Ну смотрите Последняя наша Локация Это мы На территории Такого комплекса Молд Экспо Здесь Украинцы Регистрируются На программу Финансовой Поддержки Илюха Будь здоров Спасибо Вот Нам Прислали СМС Что нам Надо пройти Верификацию Проверку Находимся Ли мы до сих пор На территории Молдовы Или нет Поэтому мы Сегодня сюда Идем Пройдем Верификацию И на карточку Будут пока Продолжать Денежка Приходить Вот сюда Вот мы Заходим Как оно Называется Грошова Допомога Биженцям Ташикучам Ишукачам Прехискоз Украины Вот сейчас Мы туда Зайдем И узнаем Что нам Надо делать Вот здесь Вот такие Вот отделения Людей Принимают Вот мы Сидим Пока Отпечатки пальцев Сдаешь И тебя Идентифицируют Что это ты Который был Зарегистрирован Вот Оператор Вносит Туда Эти данные В систему И считается Что ты Прошел Проверку Вот И вот Здесь В центре Сегодня Очень мало Людей Вы видите Тут есть Детский Такой уголок Детки Играются Вот Там Различных И общественных Организаций Государственных И я узнала Программа Еще действует Все Новоиспеченные Беженцы Могут сюда Приехать Как бы Пока Она не Закрывается Эта программа Я наверное Тоже тут Пройду Я помещусь Ух ты Пролезла Да Так что Так Ну все Это наша Последняя Локация На этом Мы заканчиваем Видео Все Всем пока Катрин Помаши ручкой Скажи пока Пока